Ну что ж, мои дорогие друзья, мы снова в деле, мы снова находимся в поиске, в поиске того, что мне нужно, а это осколки брони и осколки меча. Ну что ж, поехали. Давайте мы разберемся, что нам нужно будет найти. Где-то здесь должен находиться один осколок, по крайней мере брони. Насчет меча я немножко не уверен. И мы будем сейчас его искать. Также, по идее, где-то здесь рядом должен находиться еще осколок, этого, точнее не осколок, артефакт. Если я, конечно, все не забрал к этому моменту. Я припоминаю, что что-то было на первой башне. Возможно, я прав. Помните, вот там, где мы подбирались, и там что-то там было? Ой, я думал, это продолжение пути. Хорошо. Хорошо. Так, ну мы в любом случае спрыгнем сюда. И пройдемся по прямой. Так, если рассуждать, то чисто в теории вот это первая башня. Там вот наверху мы не могли забраться, потому что мне что-то было нужно. Сейчас я уже, честно говоря, не помню что, но что-то было надо. Сейчас, собственно, будем выяснять. И здесь эта штука, кстати, не крутится. В чем плюс? Мы можем вполне себе спокойно пробираться по ней. Что удачно. Что же мне было там надобно? Ай. И где мне можно будет забраться на самый верх? Это, конечно, вопрос. Это, конечно, вопрос. И здесь ли, собственно, забираться на самом-таки деле? Или все-таки где-то в другом месте? По-моему, ага, мы вот тут забирались. Прошу простить. О! А вот это уже интересно. Хватит ли нам? Хватит ли нам? Ну, потому что здесь я, в принципе, уже ничего такого не вижу. Агасики. Сюда никак не забраться, нет? Просто туда мы не допрыгнем с большой вероятностью, вам сообщу, ребята. А здесь вроде как и никак и наверх и не попасть. Мы, конечно, можем сейчас попробовать прыгнуть вот туда вот, но... Я думаю, что нам это ничего не принесет, поэтому просто пройдемся внутрь. И попробуем уже изнутри как-то выбраться наверх. А оттуда уже найти искомое. Возможно, как-то сопоставить это все дело. Потому что меня тогда... Напряг момент, что там может что-то находиться. Я в этом, правда, не уверен, но... Мало ли. Так. Правда, я здесь башню отсюда не вижу. И это некая проблема. А, вон башня. Она выше нас. Агаси. То есть вот так вот, да? Получается, нам как-то за другой, видимо, стороны нужно это сделать. Ага, ты не хочешь так нагло падать, да? Тогда нафиг тебя. Тогда нафиг тебя. Не посмотрим, что у нас здесь в окружении есть, что-нибудь. Нет, там я все. Все, вроде бы, оббежал. Значит, будем искать возможность забраться на... Самый верх. Ну, я думаю, что такая возможность, наверное, все-таки есть. Так, слезай с лошади. А здесь у нас, получается, камни. То есть нам... На ту сторону не дают, скажем так, забраться, да? Башня, башня, башня. Садники, все дела. Ага, нет, вот, все, вижу. Там, походу, можно действительно забраться. Вопрос только в том, как именно. Ага. Вон оно в чем. Все. Видите, все было намного проще, чем я думал. Так, во-первых, есть что-то вот тут. Сто пудов. Ну, иначе зачем нам сюда идти? Ха. Ха. Артефакт солдата. Хорошо. Осталось два артефакта солдата. Три артефакта главнокомандующих. И еще один артефакт там какой-то мега имбы крутой. Такие вот дела. Зачем нам было сюда заходить? А, понятно зачем. Вот так вот мы забрались на башню. И что это? Фрагмент брони из бездны. Сколько у нас этого фрагментов? Восемь из десяти. Ох, восемь из десяти фрагментов. Ну, в принципе, ничего так. Ничего, мне нравится. Так. Ам, теперь другой вопрос. Есть ли возможность, возможность пройти вот здесь дальше? Или здесь она не показана? Потому что только что мне показывали здесь огромную штуку такую. Но, видимо, видимо, нет. Видимо, здесь такого нету. Так что, наверное, мы отсюда свалим. Потому что больше я здесь, честно, ничего не вижу. А сваливать мы будем в ту сторону. Вон туда. Ну, в любом случае, это еще не все. Здесь еще много чего есть. В тоннелях, вот тут вот, например, в городе, там есть сто процентов один фрагмент. Я его припоминаю. Поэтому там мы еще будем бегать. Можно не забыть воспользоваться вульгримом. Да, действительно, чем скромный торговец не может вообще помочь. Подземные клинки я прокачал полностью. Мне было вот еще в идеале прокачать вот эту ферню. Но, к сожалению, очень мало. Ты проделал весь путь, чтобы зря тратить мое время. Еще-еще мало у меня, к сожалению. Так, а как мне? Ага. А то я никак не могу ей пользоваться. Так, здесь стоит легендарный. Мне нужно еще для вас найти, получается, две штуки обычных. Три вот таких и одну вот такую, да? И, соответственно, найти еще где-то три легендарных улучшения. Хорошо. Змейная нора. И давайте попробуем пропутешествовать... Хотя, стоп. Давайте будем изучать карту все-таки как надо. Так, там ничего. Тут вроде тоже сильно ничего нет. Не забываем периодически, знаете ли, включать нашу маску. Она нам очень-очень поможет. Так, здесь, насколько мне не изменяет память, я все забрал. Поэтому здесь мне ничего не нужно. И мы просто с вами сейчас возьмем и убьем вот этих гадов. Так, так, так. Готово. Собственно, здесь мы все взяли опять-таки. И пробираемся дальше. Попутно надевая нашу масочку. Мало ли что, заметим. Так. Здесь единственный способ пробраться, это вот сюда, по идее. Потом прыгнуть. Пройти сюда. Прыгнуть. И аккуратно выбраться вот сюда. Готово. Маск нам особо ничего не подсказывает. Здесь вроде как ничего нету. Да и вроде быть не может. Ну, по крайней мере, я здесь ни черта не вижу. Ага. Дело, как говорится, такое. Но, все-таки, мне кажется, что что-то мы здесь можем еще, наверное, найти. Возможно, я, конечно, не прав. Где-то, я помню, была еще такая улочка, где мне не понравилось немножко. Место расположения надо будет ее потом найти. Ну, я, скорее всего, знаете, буду уже вклинивать в серии, если я буду что-то находить. Потому что здесь реально просто чистая беготня, одна огромнейшая. Это не ловушка, всадник. Я пришла одна. Я, Урил из Воинов Небес, защитница Града Света, вызываю тебя, всадника, на Некс Сакраментум. Глупо. Зря она нас вызвала на бой, конечно. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Особенно учесть, что я ей... Ты меня недооцениваешь. Малость проиграл сейчас уже. Защищай тебя, ребята. Попробуем сделать все, что можем. Ты меня недооцениваешь. Ты меня, девочка, тоже. Будем тебя бить как надо. Ай. Ай. Ау. Тихо, 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 тихо. Какая ты зануда. Так, понятно. Что-то она злится с каждым разом все больше и больше. Ну, мы ее, тем не менее, пока что бьем. Ты меня недооцениваешь. Ау. Ты меня тоже недооцениваешь. У меня есть, например, вот такая еще. Силенка. Не знаю, конечно, что у меня из этого выйдет. Но, надеюсь, она сейчас получит по заслугам. Хотя бы немного. Так. Убегаем как можно дальше. И варьируем свои перемещения в зависимости от того, куда мечи направляются. Не хочется мне, на самом деле, ее бить. Но она сама. Воу. Ни хрена себе она. Да. Да. Чего ты ждешь? Покончи с надоедливой девкой. Война. Не вздумайте без меня. На Нексакраментум сражался я. Я решаю, умрет ли ангел. А не ты. Ты поклялся вместе со мной. А Вадон — это разрушитель. Лжец. Он не сказал тебе правды, чтобы защитить тебя. Ты поклялась последовать за ним даже в ад, не зная, что тебя ждет. Не зная, кем он может стать. А Вадон. Его предали, он стал врагом всего живого. Я был у древа познания. Его даром стала правда, и ей я поделился с тобой сейчас. Помни о нашей клятве. Скоро ее нужно будет исполнить. Такие вот дела. Но тем не менее, мы выжили и заберем сейчас один из осколков, который здесь находится. История все закручивается и закручивается. Куда же дальше? Пока не знаем. Но вот наша наковальня и вот еще один осколок. Что ж, осталось четыре осколка Армагеддона и наступит полный Армагеддон. Так. Ну, тут, насколько я знаю, ничего, по идее, быть не может. Но хочется, конечно, на это надеяться. Потому что если может, то мы просто что-то пропустили. И это был бы не лучший вариант. Но ладно. Можем вызвать коняшку. Пробежаться вот сюда вот. Побить там всех крутых ребят. И пройти вот сюда. Кстати, где-то здесь был, по-моему, тоже осколок брони. Но, честно, я уже не помню. Крайней мере был, если мне не изменяет память. Да ты шутишь. Да ты шутишь, чувак. Так. Знаете, это не очень хорошая вероятность того, что нам сейчас надерут жопу. Поэтому давайте мы его добьем сразу. Тем более, что там сейчас второй будет. У меня так и не получилось ни разу показать, как я ему отрубаю голову. Ну, ладно. С одной стороны, это даже как-то обидно. Мы все еще помним, что вот там находится попа. Поэтому будем бить аккуратно. О, аккуратно это было имелось в виду именно аккуратно, а не то, что я с ним сделал. Тихо! Мне нужно хп. Погоди. Тихо! Ай-яй-яй-яй! Блин, вот... Просто вот чисто, знаете, проблемный момент. Просто мне не хватило буквально хп на чуть-чуть. Да отстаньте от меня, е-мое-мое. Так. Чего-то, к сожалению, мне не удается показать нормально, как у тебя шпыря. Ай-яй-яй-яй-яй! Я че-то заигрываюсь малость. Вот, я наконец-то зато заснял, как я отрубаю ему полбашки. Хоть раз у меня это получилось. А еще я забыл, на самом деле, на какую кнопку кидать... Кидать. Серьезно, какую кнопку кидать? Нет. Нет. Черт! А, вот, пошел. Так, ладно, на самом деле, зато нам показали сейчас один момент, который я не заметил. Секундочку, подождите буквально. Маска нам здесь, по идее, не нужна. Зато нам нужно здесь... Вот эта вот фигня. Ну, маску я на фиг все еще оставлю. Цепь не факт, что понадобится. Хотя вот это вот. Да. И берем и делаем вот так. Такие дела. Так. Ну, собственно, ради вот этого я сюда и пришел. Потому что, по сути, секрет довольно специфический. Так, ладно, не буду долго тратить на него время. Вы просто сдохнете. Тебя сейчас так добьем. Второй удар. Третий удар готов. Отлично. Все. Так, теперь... Ну, что ты там от меня еще хочешь? Давайте уберем. Раз. И, прицелившись, просто возьмем и сделаем. Собственно, в чем прикол? Наша задача это активировать эту хрень. Активировать вот эту хрень. И быстро, как только она... Поднимется наверх. Запрыгнуть вот сюда. Дар смерти. Пульсирующий темной энергии. Знак несет метку брата войны. Смерти. Ага, отлично. Я могу так сделать. Мы будем ли мы хилиться за косу или будем хилиться, соответственно, за любое оружие? Сейчас мы это проверим. Потому что если с косой, то, конечно, круто. Но коса все-таки немножко не то оружие. Кстати, помните, я вначале очень долго прыгал, но вы этого не увидели. Я вначале вот здесь вот очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень долго прыгал в одно место. Вы этого не увидели по причине того, что... Ау. Ау. Предположу, что мы... Все-таки как-то очень... Медленно хилимся. Честно, я даже пока не понял, как именно мы хилимся. Но сейчас, в общем, мы будем быстренько заходить во всякие интересные места и не знаю даже. В общем, да посмотрим, что интересного есть. Причем вначале вот здесь вот, чуть-чуть дальше, если быть точным, я очень долго, очень муторно прыгал. По-моему, вот сюда вот. Сейчас я с этим разберусь, чувачком. Пропрыгиваем туда. Так, давайте, ребят, умирайте. Минус ты. Минус ты. И мы попробуем пропрыгать. Ну, как видите, у меня это пока криво получилось. Но суть вы поняли. Так, давайте убьем заодно вот этого. Да-да-да-да-да. Я иду, все дела. Так. Слишком высоко подпрыгиваю. Надо ниже. Надо не бояться и сделать это ниже. Хотя, с какой стороны на самом деле? Может, здесь еще где-нибудь выступ есть? Где можно так же хорошо прыгать? Давайте осмотримся на всякий случай. Потому что штука круглая. Возможно же здесь есть выступ вот где-нибудь вот тут вот. Тем более, смотрите. Здесь прям такая пологая фигня. Есть здесь что-нибудь? Или нету? Я не вижу. Я вижу только там. Ну, а с другой стороны уж точно нет. Потому что там закрыт проход. В общем, это будет сложнее, чем я думал. А сейчас я, например, слишком поздно использовал. Походу, есть вероятность, что я здесь вообще умру. Кстати, есть такие штуки смешные, что... А-а-а-а! Я, кажется, понял. Не надо прыгать на этом. Надо, смотрите, то есть сделать вот так и вот так. И по идее успеть зацепиться. Ну! Фу! Есть! О, фрагмент брони! Предпоследний, кстати. Чисто в теории, после того, как я соберу последний фрагмент брони... Я получу кое-что хорошее в виде имбовой броньки. Давайте посмотрим, есть ли здесь еще что-нибудь. Ну, мало ли. Но нет. Видите, я просто лоханулся. У меня не было, к сожалению, тогда... А, нет, или были у меня... Да, были у меня тогда крылья. Просто я лоханулся. Первое место, куда мы пошли, это куда было? Вы не помните? Но я знаю, что мы вот сюда еще ходили. Давайте сначала пойдем... На кладбище. Или сходим еще вот сюда. У нас же есть еще здесь место. Там же есть один сундук, который я так и не открыл, по-моему. Он находится наверху, и заодно там есть одна из частей меча. Заодно полечимся, кстати. Такие дела. Пока. Так, наверху я там взял фишку. Соответственно, мне осталась одна фишка, которая находится... ...на самом-самом верху. Еще кто-то мне сказал, что здесь, если разбить... ...сколько-то там бронзбойтов, появится какой-то сундук, который, типа, не видно. Вооруженным взглядом. Сейчас мы это проверим. Если я, конечно, еще не сделал это вот до этого. Ага. Вон она еще. Видите, почему мы не могли сюда попасть? Ага. Вот отсюда. Ай. Ай. Так. Давай ты будешь вот так-то делать. Отлично. Ай, тихо ты. Откуда у вас столько понабежало-то? Чуть что, сразу к дезертиру бежит куча народа. Рубить его. Еще ангелы тут поналетели. С ангелами вообще, честно, не люблю сражаться. Они какие-то читерные новости. Чистость закрыли в своих и прочих фишек. Ладно. Так, там я все взял, вроде бы. Насколько мне не изменяет память. Здесь мы подлетаем. Какое-то время летим вот сюда, я думаю. Да. То, что иного выхода я отсюда не вижу. Здесь летим вот сюда. Упрямой. Цепляемся. Падло, 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 падло. Черт. То есть, это надо, получается, сменить прямо на ходу. Читерно. Ладно. Хух. Так. Так, я же вроде маску-то активировал. Че ты. Во. Отлично. И вот, соответственно, осколок. Угу. Эти три оставшихся. Хорошо. Проблема с последним осколком заключается в... Точнее, не осколком, а с последним... Здесь вот сундуком, который вот здесь стоит. И мы его так и не взяли в тот раз, если вы помните. Нужно там для него специально разбить сколько-то там бронзбойтов. Я уже, честно, не осколком, по-моему, десять. В общем, энное количество, скажем так. Сейчас мы этим займемся. Вот сундук как бы есть. Он там вот отображается до сих пор, но взять его нельзя. А может, он не сверху, не знаю. Сейчас посмотрим в любом случае. Так, ищем бронзбойты. Кто не в курсе, бронзбойт это такая штука, которая позволяет быстро добывать воду для тушения пожаров, скажем так. Ну вот здесь я, честно, бронзбойта пока не вижу. Может, он где-то есть, но... Плюс на птичках можно нехило так заработать здоровье. Так. Вот бронзбойт, смотрите, вот он один. Стоит вот такая серенькая штучка, которая находится... Вот она вот прям передо мной сейчас стоит. Сейчас мы ее разрушим. И нас один бронзбойт. Вот из него вода даже вытекает. Нужно их разрушить иное количество. Для того, чтобы их разрушить, их нужно сначала найти. А это уже все-таки некоторая проблема. Ай! Мертвец по кодству больнее, чем я думал. Так. Где еще бронзбойты-то? Потому что я их не вижу, честно. Давайте даже, наверное, вот так сделаем, потому что в этом виде будет проще найти бронзбойты. Вот еще один. Ай! Ну, в доме у нас навряд ли есть бронзбойты. Хотя здесь вот этот ветеравер, который у нас утром набежал. Возможно, есть с той стороны улицы. Я не помню, к сожалению, как туда попасть. Красиво я к нему зашвырнула это все дело. Извини, прости, прощай. Наверх нам никоим образом не забраться. Здесь ничего интересного, собственно, и нету. Сейчас мы быстро разберемся. Само-гдео, надеюсь, что быстро. На самом деле, очень надеюсь, что быстро. Что если не очень, то будет обильно. Довольно-таки шустро мы с ними разобрались. Главное, спит, второго еще добить не успел. Добьем кусой. Не дайте. Отлично. Так. Вот еще один бронзбойт ревно с нами находился. Или все-таки их пять было. Бронзбойтов. В общем, какое-то энное количество их надо разобрать. А мы пока разбили, получается, три бронзбойта. Новых я пока не вижу, честно. Вот, также я попробую сейчас еще найти оставшихся наших друзей. Ну, вы, надеюсь, вы догадываетесь, каких именно друзей. Это тех весельчаков-зомби. Так, здесь вроде нету, да, бронзбойта? Да, вроде бы нету. Так, аккуратненько, медленно осматриваем. Тут вроде тоже нет. И тут вроде тоже нет. Блин, чтобы хоть и бронзбойт, они довольно незаметны. Довольно незаметны. И это, кстати, проблема, потому что, ну... Не, ну понятно, что, конечно же, не надо упрощать получение тех или иных вещей, но... Ой. Нет, я случайно. Хотел выстрелить, типа, чтобы ворону вот так убить, но в итоге получилось, что сделал что-то не то. Ну, он еще один бронзбойт. Ну, блин, это реально последний, потому что других я просто не вижу. Да. Все. Больше, собственно, там никаких вещей нету. Больше здесь ни одного какого-нибудь, но и неполученного шмота или еще чего-нибудь в этом духе. В общем, там нету. Малость подхилимся. Ну, что-то прям совсем малость. Сейчас на воронях подхилимся еще. Нет. Дам. Дам. И что же это такое? Так не говорите, что это просто опыт. Это просто опыт. Черт. Ну, ладно, зато вы знаете, что можно вот таким образом взять эту фигню. Так. Давайте мы Воспользуемся измеренной норой и пройдем сразу вот сюда вот. Заодно включим масочку и будем смотреть через маску сразу. Если вдруг что-то мы найдем, то будем сразу уже бегать. Пока я лично вроде не вижу. Ничего такого. Так. Вообще, если я правильно понимаю, то здесь должно быть 10 ячеек с жизнью. Не осталось найти. То бишь, одну целую ячейку. То есть 4 маленьких сундучка со здоровьем. Получается так. Он идет для бла-бла-бла хотел сказать, но он меня там прям очень сильно долбанул. Ну, мы его добили. Ладно. Так, наверху там ни черта нету, ничего интересного. Так что, думаю, даже особо париться по этому поводу не стоит. Минус, где веселые маленькие горгули. Очень много чего-то цвета здесь белого. Точнее, яркого такого, как сказать. Проходим заранее полностью с нуля все эти места и, наверное, вот то, что будет дальше мы увидим уже в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok